Всем привет! Сегодняшняя серия будет очень интересная и для моей преданной аудитории, и для хейтера, в общем, для всех моих зрителей. А все почему? Потому что сегодня мы будем разбирать мой Turbo 16. Заглянем вовнутрь, посмотрим, какие уж у меня все-таки там запчасти стоят, ну и так далее. Да, у меня задымел мотор, но давайте по порядку. В общем, ребят, разумеется, я не удержался и захотел замеряться еще раз. Продолжение следует... Все, приехали! Ты же слышишь? Трои. Сколько? 0,3. По-моему, все. Зато эффект у нас сусунования. Да, вот здесь, кто попал. Гальян пиздец. Да, жужжи. Прикарно. Простите. 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 Двигатель был перегрет, соответственно, не мог я его взять и просто заглушить. И вам не советую. Если перегрели двигатель, надо всеми способами и методами пытаться его остудить, а только потом глушить, чтобы там не позалегали кольца, ну и так далее. Что, в принципе-то, мы и сделали. Да, обидно, но тем не менее, я все равно его собирался на днях делать ему ревизию, поэтому он бы разбирался, что так, что так. Другой момент, что я не попадаю теперь на гонки. Ну, а с другой стороны, это просто покатушки, это не какой-то там чемпионат, не официальные какие-то соревнования, поэтому, в принципе, ничего прям сверхъестественного я не пропускаю. Ну что, давайте разбирать. Кстати, ребят, хочу порекомендовать вам канал начинающего Днепропетровского блогера Владимир Днепровский. На его канале вы найдете много различной информации на автомобильную тематику. Также сейчас он находится в Польше, показывает цены на автомобили, на продукты питания, обозревает различные польские вакансии. Поэтому по ссылочке в описании переходите и поддерживайте парня подпиской. Ему привет от меня. Вовчик, не бросай это дело, старайся и все у тебя получится. Можете в комментариях написать, что вы от меня, я думаю, ему будет очень приятно. Всем привет, ребят. На моем канале вы увидите много чего интересного, гонки, дрифт и многое другое из моей жизни. Подписывайся на канал, ссылочка в описании. Специально сейчас показываю для тех, кто там уже слухи распустили, что жопа мотору шатуны повылетали. Она заводится, работает, двигатель тоже работает без проблем. Ну пробила прокладку, это на самом деле мелочи, поэтому не верьте всем тем слухам, которые распускают. Он ровно работает, не троит. Разумеется, это до того момента, пока она не нагреется, тогда, конечно, дымок появится. Вот скинули, погнали, да, теперь разбирать двигатель. Мне самому очень интересно на самом деле, что там в нем происходит сейчас, потому что видел я последний раз нутрянку полтора года назад. Так, ну работки у нас потихоньку движутся. Давайте так вкратце быстро сейчас все поописываю. В общем, прокладки вот эти тоже у меня уже пройденный этап. Да, их тяжело найти, я их заказывал, ждал нержавеющие прокладки. Пробовали и вырезать, и из металлопаранита, из чего мы только не пробовали это все делать. Короче, все это шляпа. Надо ставить нормальные, ну то есть заводские вот эти вот прокладки. Потому что выдувает их порядочно. По поводу маслоподачи, да, маслоподачу тоже всегда надо делать нормальную, армированную. Тормозные трубки, это все, ну, не катит. Дальше, смотрите, что было обнаружено, да, эмульсия. Здрасте. Вот. Ну, в принципе, это логично и понятно. Вот такой приколяс был. Первый цилиндр, он весь коллектор, в принципе, заполнен тоже охлаждающей жидкостью. Как вам фланец детский? Все, пока. Приколюхи. А ну, где там умники, которые рассказывали, что на стандартных клапанах невозможно так ехать. Какие-то клапана, не подскажете, стандартные или нет, я не разбираюсь. Просто интересно вот услышать ваше мнение. Ребят, ну, как и говорил, ничего в принципе военного, обычное, стандартное клапана. На гидрокомпенсаторах никаких толкателей и всего остального. Вот, пожалуйста, вам наглядно. Мы сейчас, конечно, и до низа еще доберемся, где там кованые поршни стоят у меня и так далее. Аж самому интересно их увидеть, если честно. В общем, ладно, давайте теперь к сути. Пока еще так сильно детально не рассматривал. То есть, непонятно еще, где там что пробило. Ну, будем разбираться. Ну, вот и все. Прощай отсюда двигатель. Короче, что было еще вот обнаружено. Как только сняли. Короче, пошли трещины по всему вот этому, как кронштейну генератора нижнему. И все-таки после откручивания верхнего кронштейна он просто развалился. Соответственно, его тоже под замену. Было бы не прикольно, если бы он где-то на оборотах на большой скорости ляпнул. Ну, то было бы весело вообще. Ну, ничего, то поменяем. Главное, что этого не произошло. Так, значит, привез головку я на шлифовку, на планировку и на опрессовочку. Сделаем сначала опрессовку. Если все будет в порядке, то потом спланируем ее. В общем, по поводу прокладки, да, ребят? Вот прокладка, кстати, обычный металлопакет. Я, честно, на прокладке не нашел место, где оно пробило. Это, ну, это не влияет на охлаждающую. Это, если бы, допустим, тут была пробита прокладка, то не было бы просто компрессия набугляла между этими цилиндрами. Тут то же самое. Соответственно, компрессия была в моторе. Все было четко. Значит, ну, это мы в счет не берем. Да и охлаждающая жидкость тут тоже не пойдет. А вот именно вот эти вот все это сольные каналы, ну, я не знаю, я не нашел, где оно пробилось. Но, тем не менее, проблема однозначно есть. В первом цилиндре у нас, ну, это наглядно было видно, что охлаждающая жидкость пошла. А также, сейчас я тоже поинтересуюсь у людей. Возможно, вот это вот все надо будет поподваривать. Вот эти вот раковинки. Ну, они, кстати, небольшие. На удивление, ну, обычно тут сжирает все сильнее. Головка в хорошем состоянии. Главное, чтобы она не была нигде пробита и треснута. Ну, это нам покажет опрессовочка. А там уже будет видно. То есть, если, допустим, голова, ну, будет где-то сечь, или там трещина где-то в ГБЦ, то, конечно, ну, это дело было не в прокладке. В общем, ладно. Сейчас посмотрим, и все будет известно. Кстати, полуось. Заготовочка полуоси. Взял еще одну полуось, сразу завезу. Тоже проточу ее, пусть про запас будет на одну больше. Ну, и вот мы, собственно, плавно с вами подошли и к низу. К низу уже весь разобранный. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это... Что тут написано? 21213, да? 21213. Это ковка или нет? Я вот не знаю просто. Как и говорилось изначально, никакой ковки тут нету, разумеется. Обычные заводские 213-ые Нивовские поршни. Опять же, почему говорю заводские? Да, они не стандартные, не стоковые для этого двигателя, для этого блока. Но, тем не менее, это заводская обычная деталь. То есть, пошел в магазин, купил просто обычные поршни, и воткнул сюда. Я думаю, с этим определились. Как изначально говорилось, так оно по сути и есть. Перегородки на них целые. Ну, то есть, все кольца крутятся. Обычно, если перегородки летят, то кольцо потом зажимает, и оно не прокручивается. В общем, все кольца крутятся, все нормально. Поршневую я оставляю эту. Шатуны немножко подгреблены, скажем так. Ничего тоже сверхъестественного, ничего особенного. Обычным кустарным методом все сделано. С этим, я думаю, тоже определились. По вкладышам, в принципе, такое боль-мень. А вот на втором цилиндре... Оп! Второй цилиндр, конечно, ну, очень печально. Еще бы пару заездиков, и мотору пришел бы чик-чирик. Так, дальше погнали. По колену. Колено тоже, в принципе, ну, тут прям сильно ни деток не погребло, ничего. Но, тем не менее, я его отвезу на завод. Понятное дело, надо его проверить на прогиб. То есть, ну, чтобы он ровненький был, чтобы все было нормально. Важный момент сразу, ребят, хочу сказать. Это не ребилд мотора будет. Это просто ревизия двигателя. Поменяю там кольца, вкладыши. Ну, такое, то есть, все расходники. Там прокладочки, понятное дело. Но, что это, опять же, повторюсь, надо было давно сделать. И вот повернулась так ситуация, что это время настало. Поэтому, ну, это не будет другой конфигурации. Мотор остается тот же самый, все остается то же самое. Просто заменены все расходники. Так, погнали дальше. С коленом тоже, в принципе, определились. Такое оно и остается. Так, далее. По сцеплению. В общем, корзина тоже немножечко, чуть-чуть, видите, да? Разъехалась. Выровняем, ну, чтобы все полностью лепесточки смотрели друг друга. Ну, и это, разумеется, тоже шлифанется. По маховику тоже это шлифанется. Все очистится. И так и останется. По диску сцепления. В общем, откололся у меня вот тут кусочек. Вот. Ну, ничего страшного. Раскрошился. Ну, керамика, она сама по себе вот так вот крошится постоянно. Это от плавных отпусканий педалей и всего остального. Диск это тоже останется. Еще покатается. То есть, до конца сезона, думаю, мне хватит. А вот в конце сезона, возможно, уже буду все разбирать. И там уже будет рабил самого двигателя. Так, далее. Обычный тоже стандартный насос. Никакой там не спортивный. Понятно, да, что в идеале, конечно, бы поставить эти полуторные там насосы, которые больше качают. Ну, пока сойдет и этого. Мне надо докатать сезон, поэтому будет вот так. Так, по форсункам. Форсунки тоже отвезу на промывку. Ну, то есть, их промоют. Проверят, продиагностируют. Ну, чтобы они одинаково все плевали. Чтобы все было тоже четко. Так, далее. По блоку, да. Так, это мы можем вынять, убрать. По блоку. Что хочу сказать. Во-первых, да, 10-й болт. Возможно, конечно, да, в этот раз делаю 12-й. Но это не точно. Посмотрим. Возможно, к этому дойду. Так, по цилиндрам. Хона нет вообще, что не есть хорошо. Но, опять же, оставляю так. Единственное, что отвезу, его фрезерную полностью. Промеряю эллипсность. Тоже, чтобы на заводе это все посмотрели. И, в принципе, ну что, заглушки там поменяю. Ну, такое, как бы. Блок остается этот же самый. Ничего тут тоже не растачивается, не меняется. Диаметр цилиндра 82. Ровно 82,0. Поэтому так оно и останется. Так, далее. Поддон. Ну, поддон тут нечего, в принципе, рассказывать. Обычный, покупной, уже готовый был поддон. Это я у Тимы покупал. У него валялся он в гараже. Но у него атма машина. В принципе, ему такой поддон и не нужен. Он с маслосливом. Поэтому я у него купил его. До этого у меня стоял самодельный. Ну, один раз зацепился с BMW в городе. И ушатался, обнаплыв асфальта. И он просто вот так вот пополам треснул. А потом, когда, ну, заварили его, то его всего вот так повело. Короче, проще было купить просто новый, другой, готовый поддон. Ну, в общем-то, как-то так, ребята. Ничего военного. Обычный, стандартный, как и говорилось, шестнарь. Ну, опять же, смотрите, по поводу поршней. Да, тогда ко мне прицепились. Вот ты сказал, Нива поршень. А это ж, типа, ну, не родной. Да, он не родной. Но я говорил, заводской. Это заводская просто обычная деталь. Понятно, да, шуковка может там крепче. Лучше было бы ее, конечно, воткнуть. Ну, блин. Все же по бюджету. И ездит, держит. Ну, и ничего страшного. А, и помпа тоже. Хотелось бы сказать по поводу помпы. Ставил помпу новую где-то полгода назад. Там ГРМ менял. Ролики всякие эти комплектующие. Короче, помпу тоже сожрало. Я ее уже выкинул, к сожалению. Не могу сейчас показать. Ну, ее там всю пожрало полностью. Ну, весь корпус. Короче, там и раковины, и чего там только нет. Поэтому помпу тоже буду ставить. Никаких лузар турбо я не буду сюда втыкать. Обычные вот эти долс. Дольс, там кто их как называет. Ну, в общем, вы поняли. Обычная стандартная помпа. Поэтому без всяких турбин и всего турбо лузар. Или как они называются. Ну, короче, такое я точно ставить не буду. Обычная стандартная залетит и будет, в принципе, работать. Так, ну что, теперь надо это все распихать по заводам. Это надо отвезти на завод. Потом колено надо будет отвезти в другое место на завод. Ну, и, в общем-то, все с низом, я тоже, думаю, определились. То есть, как говорилось, так оно все, по сути, на месте и есть. Так, родычи, ну что, на сегодняшний день мы выполнили поставленные задачи. Все разобрал, показал. По поводу валов, да, знаю, что напишите в комментариях. Я их не показывал целенаправленно. Об этом мы поговорим чуть позже в других сериях. То есть, этому я уделю чуть-чуть отдельное внимание, скажем так. Как оно пойдет дальше, что будет дальше, честно, не готов сказать, не знаю. Будем решать проблемы по мере их поступления. Очень надеюсь, что, ну, все получится и никаких проблем не будет. Я переживаю только за одно, чтобы не была треснута где-то там головка. На данный момент единственное, за что я, так скажем, переживаю, потому что, ну, я действительно на прокладке не увидел, где ее пробило. А вода все-таки есть в цилиндрах, и она, ну, дымела, это было видно. И поэтому не знаю даже, что. Загадывать, конечно же, ничего не хочу. Завод, опрессовка все покажет, и там будет видно. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.